Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Запущенный 25 июня 2021 года в 22 часа 50 минут по московскому времени с Плесецка в Архангельской области ракеты, Союз 2,1 байта, космический аппарат, Космос 2550, представляет собой первый, активный, спутник радиолокационной разведки 14 фарадов 139, ПННКС, космического комплекса морской разведки и целеуказания 14 Кельвин 159, Лиана, пишет блог BMPD в LiveJournal. В публикации отмечается, что в настоящее время в состав 14 Кельвин 159, Лиана, входит 4 пассивных спутника радиотехнической разведки 14 фарадов 145, Лотос-1. Ожидается, что впоследствии будет запущен еще один 6, 5-тонный 14 фарадов 139, ПННКС, который, как и первый космический аппарат, будет находиться на орбите высотой 500 километров. Блог BMPD напоминает, что спутники 14 фарадов 139, ПННКС, являются одним из долгостроев российской военно-космической отрасли, сроки запуска которых неоднократно переносились. В мае 2019 года, «Известия», ссылаясь на Минобороны России, сообщали, что формирование системы 14 Кельвин 159, Лиана, которая позволит накрыть всю Землю, завершится в 2019 году. Тогда же газета зарубежным аналогом «Лианы» назвала три американских радиолокационных спутника «Лакросс». Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.